Привет! Как говорил один парикмахер, я помню, еще был маленький, сидел в парикмахерской, там тогда ходили парикмахерские, и выходил парикмахер в белом халате, и таким командирским голосом говорил своему помощнику, прибор мне, имелось в виду. Ну, короче говоря, слушайте меня в диване. Значит, прошлое мое видео, мое видео, мое такое с вами обсуждение вопроса, как хлопнуть одной ладошью, ну, наверное, я не так точно выразил, как надо было, потому что сейчас же дистанционка, и мало хлопают, и, может, поэтому сейчас другие какие-то новые стереотипы, и не все поняли, что я имел в виду хлопнуть в ладоши. Имелось в виду вот так, ну, представить себе, как хлопнуть одной ладошью. И когда человек вот изобретает, воображает, стимулируя своеобразное мышление и творческую фантазию, пытается представить себе хлопок одной ладошью, он стимулирует воображение, потом лучше решает все другие вопросы, потому что с образным мышлением легко решать вопросы, там много ассоциаций. И при этом, пытаясь это сделать в этот момент, когда он это пытается сделать, хлопок одной ладошью, он входит в транс. И поэтому 30%, я говорил, легко сразу чувствовать после этого себя хорошо, драйв такого состояния приятного, снимаются страхи, комплексы, стереотипы. Ну, не смог я это выразить, наверное, точно, потому что мне там задавали вопросы, вот в комменты я смотрел, а какая там проблема хлопнуть в ладоши? Вот я беру, по столу хлопаю. Ну, понятно, стереотипы, наверное, поменялись, из-за этой дистанционки карантина, я же это уже объяснил. А может, это была шутка, принимаю эту шутку. Но надо все-таки конкретнее писать, о чем речь идет. И теперь слушайте, что я вам скажу. Помните, я в прошлый раз говорил о том, что найдите движение, которое вы никогда не делали. И сам поиск этого движения тоже стимулирует фантазию, тоже стимулирует способность к воображению. А с этой способностью все вопросы лучше решаются. И то же самое, когда вы ищете то, что вы никогда не делали, в этот момент вы тоже входите в легкий транс. Тем самым у вас происходит. И когда вы искали хлопок одной ладошью, и когда вы искали необычное для себя движение новое. То есть, когда вы ищете что-то новое, вы всегда входите в транс. Потому что найти новое невозможно без разрыва шаблонов. А шаблоны разрываются, когда появляется состояние безграничности. В переводе транс. Ну, вот видите, как интересно. Да, я каждый раз говорю что-то новое. И поэтому на вебинаре, который у нас произойдет в среду, мы еще сделаем объявление. Этот вебинар, который как раз предназначен, он называется «Ключ к саморазвитию. К личностному росту». Как стать человеком будущего. Да, потому что человек будущего – это будет максимально адаптивное существо ко всем жизненным изменениям, ко всем неопределенностям. Максимально адаптивное существо за счет именно того, что он в этих неопределенностях сразу находит решение. А мы как раз занимаемся развитием этих качеств. Развитием качеств человека будущего. Итак, пишите вопросы. Видите, как я ориентируюсь на ваши вопросы. Чем больше вопросов, тем больше ответов, тем интереснее будет вебинар. До встречи. Вебинар будет объявлен во всех сетях. До встречи, друзья.